Загранпаспорт и водительские права нового образца подорожают. Закон об увеличении госпошлины на выдачу этих документов подписал президент Владимир Путин. Так, заграничный паспорт с биометрическим чипом теперь будет стоить 5000 рублей вместо сегодняшних 3500. Стоимость аналогичного документа для детей выросла с 1500 рублей до 2500. Госпошлина на загранпаспорт нового образца с августа составит 5000 рублей. Подорожание составило 43%. Почти на 67% выросла стоимость получения загранпаспорта нового образца для детей до 14 лет. В документ встроен специальный чип, в котором хранится биометрическая информация владельца, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатки пальцев. Разработчики закона объясняют значительное повышение тем, что затраты на изготовление заграничного паспорта с чипом ежегодно возрастают на 10%. Выдается он сроком на 10 лет. А вот госпошлина на загранпаспорт старого образца, который выдается на 5 лет, не изменилась и составляет по-прежнему 2000 рублей. На данный момент допускается оформление второго заграничного паспорта, который будет действовать равнозначно наравне, как и первый. Это удобно для граждан, которые часто посещают другие страны. Один, например, подали на визу куда-то. Пока виза оформляется, вам в срочном порядке нужно в другую безвизовую страну выехать. Два паспорта равнозначно действующих сейчас допускается. При оформлении документа через сайт госуслуги действует скидка в размере 30%. За 2017 год сотрудниками отдела по вопросу миграции МВД России по городу Старомосколу было принято более 6 тысяч заявлений на заграничные паспорта нового поколения. С начала нынешнего года за загранпаспортами обратились уже более 4 тысяч старооскольцев. Платить за выдачу документа по новым тарифам придется уже в первых числах августа. В это же время вырастет пошлина из-за получения водительского удостоверения нового образца. Она поднимется с 2 тысяч до 3 тысяч рублей.